Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы прогуляемся по двору и посмотрим, как обстоят дела с колониями, как они перезимовали и расскажу немножко про муравьев. Ну а мы переходим к ролику. Прогуливался по двору, нашел небольшое внезду, предположительно лазил с ней вир. Предположительно, потому что, чтобы точно определить, нужен сам экземпляр в мёдовом виде и хорошо расправленный. А так сразу определять нельзя, можно только предположить. Так вот, под камешком сидели. На улице тепло. Птицы поют красиво. Птицы поют красиво. В принципе, тут вроде бы всё. Вот, отодвигаем камень, а тут опять негры. Возможно, они. Вот они, камень грелся под лучами солнца, вот они под ним и собрались. Я вот его приподнял немного. Вот. Вот так. Вот наши лазюки. Вот такие вот. Ну, интересного пока такого ничего не находил за пределами двора. Ну, в принципе, это ожидаемо. Ну, надеюсь, как закончится карантин, ну, сходим куда-нибудь в лес, куда-нибудь, куда я обычно хожу, где я ловлю насекомых, где я ставлю ловушки разные. Ловушки Барбера, например. Ловушки Барбера представляют из себя пивной стаканчик, закопанный в землю по краям. И насекомые, которые не умеют летать, например, те же самые жужелицы, которые бегают по земле, они просто туда падают и там остаются. Томолог приходит такой, как я, такой, опа, попалась и собирает данную добычу. А раньше древние люди так ловили мамонтов, они, то есть, выкапывали огромные ямы, ставили туда коле, чтобы туда мамонт упал и наткнулся и гнали мамонта туда. Только я не гоняю, а просто жду. Ну, как-то вот так. Пойдёмте искать что-нибудь ещё поинтереснее. Вот, всё-таки решил недалеко от дома сходить. Да, у муравейника, возможно, в формике поликтена или руфы. Ну, это тоже нужно по экземпляру определять. Ну, экземпляры у меня есть, я их определённо не помню точно, поэтому говорить, обманывать вас, ребят, я не собираюсь, и поэтому предположим, что это формика руфа. Ай, на меня залазит дождик, хочет пойти. Вот. Скоро будут интересные видеоролики, как мы будем ловить насекомых летом. Буду снимать это на канал, покажу, как сделать настоящий, как правильно сделать настоящий энтомологический сачок. Какого диаметра он должен быть, из чего желательно должен быть. Вот. Всё объясню, расскажу. Сейчас приду домой, скорее всего, буду снимать кормёжку муравьёв. Как я их буду кормить. Ого, уже по телефону ползает. Муравейник этот был ниже год назад. К сожалению, я тогда ещё не снимала видео. И не вёл гулок. Муравьями и энтомологией я занимаюсь. Энтомологией 3-4 года, а вот муравьями, ну, подольше. На меня кислоты плюются. Ну, вот главное их не в ход. Вот такая красота. Ну, ладно, ребятки. Всем пока-пока. Я пошёл домой. Ребята, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.